Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 31 июля, и своеменины в этот день совершают христиане, нареченные в честь преподобного Иоанна Многострадального Киева-Печерского. Мир и благословение Божие пребывают вместе с вами. Радости и мира, а Духи Святом! Преподобный Иоанн Многострадальный Печерский подвязался в Киево-Печерской лавре. Подвижник рассказывал, что от самой юности много страдал, мучимый похотью плоти, и ничто не могло избавить от нее ни голод, ни жажда, ни тяжелые вериги. Тогда преподобный пошел в пещеру, где почивали мощи преподобного Антония, и усердно молился святому Аве. Через сутки Многострадальный Иоанн услышал голос. «Иоанн, тебе надо бы затвориться здесь, чтобы, по крайней мере, невидением и молчанием ослабить брань, и Господь поможет тебе молитвами своих преподобных». С того времени святой поселился в пещере и только через 30 лет победил плотскую страсть. Напряженной и жестокой была борьба, тернистым путем шел преподобный к победе. Иногда хотелось ему покинуть затвор, но потом он решился на еще больший подвиг. «Святой воин Христов выкопал яму и с наступлением Великого Поста влез в нее и засыпал себя землей до плеч. Весь пост он провел в таком положении, но жар страсти по-прежнему не покидал его многотрудную плоть. Враг спасения навел на подвижника страх, желая выгнать его из пещеры. Страшный змей, дыша пламенем, сыпая искрами, пытался поглотить святого. Несколько дней продолжались действия лукавого. В ночь воскресения Христова змей захватил голову преподобного в свою пасть. Тогда святой Иоанн возвал из глубины сердца. «Господи, Боже мой, Спасителю мой, почему оставил Ты меня? Помилуй меня, Ты един, человеколюбивый. Избавь меня от скверного беззакония моего, чтобы не увязнуть мне в сети неприязненного. Избавь меня от уст врага моего. Блесни молнией и прогони его». Вдруг блеснула молния, и змей исчез. Свет Божественный осеял подвижник, и послышался голос. «Иоанн, вот тебе помощь. Отсели, внимай себе, чтобы не случилось тебе худшее, и не пострадал ты в будущем веке». Святой поклонился и сказал, «Господи, зачем Ты оставлял меня так долго мучиться?» «По силе терпения Твоего» — был ответ. «Навел я на Тебя искушение, чтобы ты был выжжен, как золото. Крепким и сильным слугам назначает Господин тяжелую работу, а немощным и слабым — легкую. Ты молись о себе, погребенному здесь, преподобному Моисею Угрину. Он может помочь тебе в этой борьбе. Он выше Иосифа Прекрасного». Скончался преподобный около 1160 года, стяжав благодать против блудной страсти. Святые его мощи почивают в Антониевых пещерах. Недавно разговаривали с молодым человеком, который пришел с желанием потрудиться в служении милосердия и в направлении помощь бездомным. В таком служении всегда очень важна изначальная мотивация. Зачем человеку это нужно? Потому что от того, как он себе представляет цель этого движения, зависит, насколько его хватит. Потому что с бездомными людьми очень даже непросто. не просто потому, что они, если можно так сказать, объективно гадкие люди. Но волос головы человека не падает без воли Отца Небесного. И такое испытание тяжелейшее, испытание смирением, не каждый человек далеко, согласиться, есть из помойки. Оно Богом попускается как сильно действующее лекарство от определенных тяжелых болезней духовных, душевных. Ну, как правило, за гордость. И если этот вопрос исследовать, то среди бездомных действительно очень много гордых людей, которым, с точки зрения Божьего промысла, вот такое лечение позором, презрением, холодом, голодом, нищетой, оно может принести пользу для их души. Люди действительно поврежденные. Поврежденные духовно. Очень много хитрости, лукавства, изворотливости, подлости, жестокости. Даже не двоедушие, а пятидушие. То есть там не двойное одно, а их гораздо больше. И полюбить их, ну так по-человечески, просто напряжением кем-то собраться. О филантропии, о человеколюбии. Невозможно. Невозможно. Тем более, что процесс реабилитации, ресоциализации, возвращения к социальной жизни, он тоже фактически отсутствует. очень и очень сложно человеку вернуться к жизни после нескольких месяцев, проведенных на улице. И усилия в этом направлении, они разбиваются. А вот эту стену предательства, ненадежности, лжи, изворотливости. Но надо понимать, что мотивация не в том, чтобы накормить всех подряд, одеть, спасти. Это ложная установка. Совсем в другом нужно искать опору. В первую очередь, как мы потом уже стали разбираться, что человек делает первые шаги в церкви. До этого была жизнь вне Бога. И пройден путь больше 30 лет. И так много пережито за то время. Распережито, значит, необходимо исправление. Необходимо принести покаянные труды. «Принесите плоды покаяния», говорил Иоанн Креститель. Потому что признать свои ошибки для исцеления души недостаточно. Недостаточно просто батюшке по книжечке или по бумажке прочитать свои грехи. Смертные грехи таким образом не исцеляются. И вот преподобный Аввандорофей говорит, что путь к приобретению благодати Божией, то есть путь к смирению, он лежит через следующие шаги. Во-первых, считать себя хуже всех — это величайшее искусство. Наша гордынька на этом всецело сопротивляется. Все время оглядываемся и успокаиваемся. То есть я не хуже всех, есть люди пошибче, значит, я на их фоне неплохой человек. И так вдыхаешь. когда кого-нибудь ругают вместе с тобой, то же как-то легче. Когда двойку кто-то получает, сразу как-то ободряешься, что не один ты двоечник. Так вот, считать себя хуже всех — искусство, которое ведет к смирению. За все благодарить Бога. И за те добродетели, которые человек порой совершает, в них всегда считать виновным Бога. Не себе приписывать, а Богу. Тогда можно уклониться от самообольщения, от самодовольства. Ну и третье, что говорит Авва Дорофей, это физические труды, совершаемые в разуме. И вот это очень важно. такое духовное упражнение, то есть те внешние действия, которые мы совершаем, в том числе и служение милосердия, в разуме. Это как? А это значит с мыслью, что этот труд мне дан как покаянная эпитемья, не как великое свершение, чтобы всех сейчас спас, а как покаяние, как возможность искупить и исправить, уврачевать раны души, нанесенные в безбожной жизни. И вот когда у человека такое отношение к послушанию, будь то сестры милосердия, будь то руководителя или иного какого-то дела в жизни, я ничего высокого не совершаю, я просто искупаю собственные беззакония. тогда лукавому негде найти зацепочки ни в тщеславии, ни в самодовольствии, тогда человек за свое хорошее не будет себя превозносить, а за порицание себя не будет впадать в печаль и в уныние, ну, что я, раб ничего не стоящий, делает только то, что должен был сделать. Отец Дмитрий Смирнов рассуждает, в больницу идти или к бездомным, или что-то другое делать, это не играет никакой роли. Все бездомные, для которых мы с вами построим дом, все равно умрут. Все больные, которых мы с вами вылечим, умрут. Все голодные, которых мы с вами накормим, тоже умрут. Не умрет только мое сердце, которое в результате того, что я этого кормил, а этого одел, приобретает те самые свойства, которые необходимы, чтобы жить с Богом. Поэтому, когда я кому-то помогаю, я делаю на самом деле не ему, а себе. Делаю, казалось бы, временное, покормил человека, а он через 6 часов опять есть захочет. И даже раньше. То есть, с точки зрения какой-то логики я делаю бессмыслицу. Но я сею временное, а жну-то вечное. Вкладываю земную труху, а получаю небесное, то, что со мной пойдет на небеса. Тут прямая выгода для человека. А чем он служит этому миру? Что делает? Читает ли книжки детям, кормит ли голодных, раздает яблоки из своего сада или просто обнимает всех, гладит по голове и говорит, радуйся, Христос воскресе. Неважно. Лишь бы он служил. Лишь бы он служил. Но и в этом смысле бездомные такая концентрация в одном лице в одном лице нескольких служений Христу. Я был голоден, ты меня накормил, я был болен, ты меня посетил, я был наг, ты меня одел, я жаждал, ты напоил меня, я был в темнице, ты пришел ко мне. Все эти категории, они сходятся в одном лице бездомного. Он и в темнице, он и болен, он и холоден, и в смысле наг, и голоден. И когда человек понимает по своей вере, что он, служа бездомному, служит самому Христу, и что он ради Христа служит человеку, тогда вот эти особенности личности, бездомного, они как бы отходят на второй план, потому что не ради достоинства человека мы понуждаем себя к служению милосердия, а ради Христа. Это очень сильное служение, очень жертвенное, поэтому оно всегда призывает и объединяет многих добрых людей, доброй воли, добровольцев. Ну и, конечно, у кого возникнет желание потрудиться ради Христа в помощи бездомных, ждем с удовольствием в качестве добровольцев. Собеседование с добровольцами проходит каждое воскресенье в 13.00 в соборе Успения Божьей Матери, что в микрорайоне ВИЗ. И помогай нам всем, Господь. Божьей Матери, Господь. Божьей Матери, Гринь, Гринь.